Сегодня на комиссии по чрезвычайной ситуации пожарной безопасности принято решение признать угрозу чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории ЦБК. Естественно, что нам сейчас необходимо как можно, мы понимаем, что быстрее начинать работы по локализации данного очага. Мы сейчас рассчитываем, чтобы рабочая группа быстрее отработала, быстро и в то же время качественно отработала проекты, по которым мы будем проводить работы. Подготовили экспертное заключение, чтобы уже можно было заходить и безопасно работать. Одно дело, как говорится, устранение угрозы, да, еще нам очень важно оценить последствия и само производство работ, которые будет производить организация. Это очень важно, чтобы соблюсти все меры безопасности. Трость 1 гектар, кубатура 100 тысяч и высота около 15 метров. Ввиду неправильного хранения и нарушения правил пожарной безопасности, вот сложилась данная ситуация. Я хочу дать краткую характеристику от объекта угорения, чтобы правильно принять решение, как это потушить. Произошло самовоспламение и самовозгорание за счет того, что смесь несортированных древесных отходов сложены в кучи, повышенная влажность этой кучи, наличие грибов и бактерий, все это привело к самовозгоранию. В течение двух месяцев юридическое лицо не исполнило те предписания, которые мы им выдали. Соответственно, за неисполнение предписания они также были привлечены к административной ответственности. Протокол был направлен в судебные органы. У нас совместная работа проводится с органами прокуратуры. Организованы соответствующие рейды. Также на это предприятие заходят инспектора. Анализируется синаптическая ситуация, привязываются концентрации загрязняющих веществ к синаптической ситуации, метеорологическим процессам, которые происходят в настоящее время и будут происходить в будущем, то есть на следующие сутки. И прогнозист отдела информации и прогнозирования нашего центра принимает решение о том, способствуют ли имеющиеся метеоусловия накоплению либо рассеиванию концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Если такие условия способствуют накоплению и концентрации, мы видим, что концентрации повышены, максимально разовый общегородской уровень загрязнения в целом повышены, то при совокупности всех этих факторов мы объявляем тогда неблагоприятные метеорологические условия какой-то определенной степени опасности. У каждого предприятия существует том, утвержденный, разработанный, предельно допустимых выбросов. В этом томе имеется раздел о работе конкретного предприятия в тот или иной период НОУ, то есть при первой степени опасности, при второй, при третьей и так далее. Предоставляют они протоколы замеров своих атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны? Это точно. То есть контролирующий орган и нам в частности. Отчет свой о проведенных мероприятиях они по окончанию периода НОУ обязаны выслать, и они высылают опять же в контролирующие органы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова